Технический комитет Международного Союза Кабежцев ИСУ обсуждает предложение по упрощению правил в одиночном и парном катании к ближайшему конгрессу организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник знакомой ситуации. В частности, поступила идея сократить в произвольной программе в одиночном катании количество обязательных прыжков с 7 до 6, а также разрешить повторение одного прыжка трижды. Ранее это было возможно не более двух раз. Количество каскадов и комбинаций предлагается сократить с 3 до 2, одно вращение заменить на хореографическое вращение. В парах предлагается сократить количество поддержек с уровня с 3 до 2, убрать сольный прыжок. Следующий конгресс ИСУ пройдет 10 по 14 июня в Лас-Вегасе. Татьяна Тарасова назвала глупостью идеей техкома ИСУ упростить программы. Я удивлена, конечно, потому что в любого рода деятельности сейчас планка только повышается, и вдруг в таком виде спорта, как фигурное катание, она понижается. Глупость несусветная. Таким предложением ИСУ пытается сохранить вид, дать возможность слабым участвовать и побеждать. Им все равно, во что это превратится, а что делать дальше, будут думать потом. Маломальски способные фигуристы будут соревноваться с теми, кто умеет все, но совершенство отменить невозможно. Как бы они нас ни не любили. Думаю, это временная мера, глупости, которые они делают. Глупости и непрофессионализма. Мы все равно будем учить что-то новое. Мы не остановимся. Но в пределах этих правил. Мы можем проводить у себя соревнования по нашим. Это наше дело. Наш вопрос, сказал заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Евгений Плющенко назвал сущим бредом предложение ИСУ по упрощению программ. Это сейчас, наверное, в рамках обсуждения. Если они хотят это предложить, мне кажется, это неправильно. Мы стали уже меньше катать по времени произвольную программу. Хотя раньше мы обсуждали, чтобы с 4 минут 40 секунд вывести наоборот, на 5 минут. Было бы здорово добавить 20 секунд. Потому что все-таки пошли 4,5 оборота акселя, четверные прыжки, комбинации 4,4. Многие спортсмены, особенно российские, часть международных, например, Илья Малинин, двигают фигурное катание вперед. Нужно добавить временный отрезок, чтобы спортсмены хоть где-то выдохнули, чтобы где-то были растанцовки, хореографическая составляющая. Если возьмем фигурное катание прошлого, то все равно была большая презентация образа. На сегодняшний день это минимальная история, именно по презентации. Три раза повторять один и тот же прыжок мне кажется бессмысленно. Кто-то владеет одним прыжком, например, четверным лутцем, самым сложным по критериям фигурного катания элементом, по баллам самым высшим. Но не владеет четверным тулупом. Он и будет прыгать четверные лутцы три раза подряд. Все-таки это многогранное фигурное катание. Им должны прыгать разные прыжки. Мне кажется, что это не примут. Опять же, переходить на шесть элементов – сущий бред. Фигурное катание – это прежде всего спорт. Конечно, это искусство, балет и театр. Это понятно. Но все-таки оно должно оставаться спортом, сказал тренер и двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко. Наталья Бестемьянова видит плюсы в возможном упрощении программ фигуристов. В этом есть резон, потому что сейчас фигуристы часто скачут от элемента к элементу. Я не вижу в этом никакого криминала. Тем более, введение дополнительного хореоэлемента будет означать, что люди начнут придумывать что-то новое. Это всегда очень интересно, сказал олимпийская чемпионка в танцах на льду. Артем Ковалев заявил, что не понимает, зачем юные фигуристки прыгают четверные. «Видел каскад четверной сальхов, ойлер четверной сальхов, Маргарита Базилюк. Не понимаю, зачем девочки делают четверные в таком маленьком возрасте». «Это круто, но не вижу смысла в этом, потому что международных соревнований никаких нет. Я не понимаю, зачем такие колоссальные нагрузки давать молодому организму», – сказал фигурист. «Губанова ответила на критику по поводу того, что завоевала свой титул чемпионки Европы без конкуренции с россиянками. «Это стандартные комментарии. Могу сказать, что это пишут люди, которые сидят дома на диване. И это их мнение. Пусть так думает. Мы все прекрасно знаем, какой это огромный труд. И что вряд ли что-то получается случайно в нашем спорте. Как поработали, то и получили. Насчет комментариев, что нету русских в соревнованиях – это есть. Участники есть, медали есть, титул есть. А уж кого там нет, того нет. Добавила фигуристка. Фигуристка Анастасия Губанова рассказала, считает ли, что ее судят предвзято. «Это не совсем мое дело, потому что так считают судьи. Они так ставят, и, видимо, как мы катаемся, так и ставят. По-другому сказать не могу. Я же не буду говорить, ой, это все нечестно. Мы поставили, поставили. Мы выходим, на что накатали, то и поставили. Реакция в Кис-Сент-Край на этапе Гран-при во Франции? Там я конкретно психанула, потому что ожидала оценку повыше. Потому что откатала ее не так плохо. Уж точно не на те баллы, которые поставили. На тот момент я очень эмоционально это воспринимала. Не сдержалась чуть-чуть. «Это мотивация, чтобы быть лучше, чтобы совершенствовать себя. Работать еще больше. Это обидно, но все равно мотивирует. Значит, надо сделать еще лучше. Еще более идеально, чтобы вообще не было к чему придраться», сказала чемпионка Европы 2023 года. Мама Марии Симоновой назвала чудом то, что фигуристка сильно не пострадала. Партнер Симоновой Мартин Бреславский уронил ее с поддержки во время короткой программы на соревнованиях на призы президента Федерации фигурного катания Москвы. Партнерка ударилась главой облет, но они с партнером все же докатали программу. Честно говоря, от шока только сейчас начинают ходить. Только приходит осознание, что произошло. Скоро увезла нас с катка, я ехала вместе с Машей. До нами до больницы ехал Мартин. Ее партнер вместе с тренером фигуристки Бетиной Поповой. Наш тренер Сергей Росляков тоже приехал в больницу. Мартин все это время находился рядом. Помогал чем мог. И сегодня он снова был в больнице. Он там до сих пор рядом с Машей. Они постоянно общаются. У них хорошие дружеские отношения. У нас вообще очень хороший коллектив спортсменов и тренеров, которым мы полностью доверяем. И на катке, и в скорой, и в больнице врачи постоянно были рядом. На катке врач не отходил ни на секунду. Доктор скорой помощи постоянно говорил с нами. А в больнице нам были представлены самые лучшие специалисты. К процессу мудовенно подключилось все руководство нашей Московской Федерации фигурного катания. Мы очень благодарны за это. Благодаря Антону Викторовичу Абдурахманову, президент Федерации фигурного катания КАХ Москвы, у нас были лучшие врачи, и уже вечером я знал диагноз. Думаю, что это просто чудо, потому что падение было страшным, а в итоге легкое сотрясение. И то под вопросом. А также гематома. Но в остальном все в порядке, и это самое главное. Конечно, Маша уже рвется на лед, но как минимум до завтра она останется в больнице. Да и потом еще некоторое время ей надо быть дома. Надо ли было докатывать программу? Я задала им этот вопрос, ведь этот турнир не был отборочным. Он был не так важен. Но они в один голос сказали «надо», сказала Ирина Симонова. Алена Косторная показала, как исполняет Тодос вместе с Георгием Куницей. Дорогие друзья, надеюсь, больше мне не придется объяснять простые вещи. Элемент на четвертый уровень выучить несложно, но собрать вместе несколько элементов на четвертый уровень – это действительно нелегко. А требовать ювелирного исполнения от тех, кто этот элемент только что выучил, равносильно тому, что вы будете требовать шагов от ребенка, который только научился вставать на ноги. Я старалась понятно объяснить и надеюсь, больше таких вопросов возникать не будет, – написала фигуристка, увлековав видео в своем телеграм-канале. Мама Суфи Муравьева ответила на вопрос, хочет ли долгой карьеры для дочери. Вообще, Евгений Викторович всем своим спортсменам хочет и желает долгой карьеры. Обычно у нас, как получается, если до 15 лет успел выскочить на Олимпиаду, там получил медаль, то уже мотивации дальше идти нет. А Евгений Викторович, в первую очередь, всем говорит, что цель не в этой медали, а именно в долгой, хорошей спортивной карьере. Евгений Викторович, в первую очередь, настраивает на то, чтобы карьера Сони была долгая, красивая и неважно, какие у тебя будут соревнования. Сейчас у нас такая ситуация, что мы соревнуемся внутри России, но тот же чемпионат страны – это тоже ответственный и важный старт, где ты показываешь, насколько ты силен в этой конкуренции. И чем больше у Сони будет таких результативных сезонов, тем лучше, сказала Ольга Муравьева. Продолжение следует...